Здравствуйте! Какие коррективы вносятся в работу пенсионного фонда? Какие выплаты продлятся автоматически и как задать вопросы онлайн? Об этом говорим в нашей студии управляющая отделением пенсионного фонда России по Самарской области Анна Зайцева. Анна Вячеславовна, здравствуйте! Добрый день! Скажите, пожалуйста, в каком режиме сегодня работают пенсионные фонды в районах? Появилось ли больше вопросов или наоборот количество обращений снижается? Сегодня офисы пенсионного фонда работают по предварительной записи. И в связи с тем, что сегодня есть ограничения по всей стране и, конечно же, в Самарской области по режиму самоизоляции, по ограничению без необходимости посещения общественных мест, конечно же, снизился поток клиентов и в наши офисы пенсионного фонда, в наши клиентские службы. Но, тем не менее, есть ряд срочных вопросов, которые необходимо решить, поэтому все равно люди обращаются. Но все-таки мы ввели предварительную запись и попасть в клиентскую службу пенсионного фонда можно по предварительной записи. Без записи на сегодняшний день мы принимаем только с вопросами по получению пособия на погребение. Кроме того, ведь услуги пенсионного фонда можно получить и дистанционно. Для этого существует два очень работоспособных инструмента. Первый – это личный кабинет на сайте пенсионного фонда, где можно заказать и получить ту или иную справку. Можно получить информацию о состоянии лицевого счета. И второй инструмент – это контакт-центр пенсионного фонда, контакт-центр отделения пенсионного фонда. То есть это региональная служба, которая отвечает на вопросы, связанные с пенсионным обеспечением, по телефону. Конечно, по телефону нельзя принять документы, но получить консультацию, направить, записать на прием. Можно по этому телефону контакт-центра, еще раз повторю, 339-30-30. Также записаться на прием по предварительной записи можно на сайте пенсионного фонда, а можно еще, воспользовавшись мобильным приложением для смартфонов, мобильное приложение пенсионного фонда. Поэтому вот три способа, как записаться на прием, и два инструмента, как получить услуги пенсионного фонда дистанционно. Какие вопросы решаются сегодня в таком срочном, можно сказать, режиме порядки? Что нового появляется? Какая информация? О чем можно уже сегодня сообщить? Вот именно в связи вот с этой обстановкой, которая сложилась в стране. Ну, на сегодняшний день, если говорить об услугах дистанционных, либо об услугах, которые вот крайне важны на сегодняшний день. Ну, можно, давайте начнем с крайне важного, вот что можно сообщить. Потому что всех интересуют и выплаты, и оформление пенсии, и много каких-то вот таких... Хорошо, давайте начнем с выплаты, которая по инициативе президента к 75-летию победы Великой Отечественной войне очень значимые и существенные выплаты для участников войны в размере 75 тысяч и для дружников тыла в размере 50 тысяч. Эти выплаты к 75-летию победы Великой Отечественной войны пенсионный фонд уже начал осуществлять. В течение апреля они будут все выплачены, так как выплатной период пенсии у нас начинается 5-го числа. Мы пенсию за апрель месяц уже начали выплачивать, и вместе с пенсией выплачиваем эти единовременные выплаты. В нашей области выплаты по 75 тысяч рублей участники войны, таких у нас 6 тысяч 824, и по 50 тысяч 13 тысяч 978 дружеников тыла. То есть вот такая категория очень уважаемая, перед кем мы преклоняемся. И вот, естественно, решение президента, оно очень важно, что накануне празднования победы вот такие существенные выплаты. Вот только на эти выплаты в нашей области профинансировано порядка 1 миллиарда 200 миллионов. А 1057 участников войны дополнительно еще получат по 10 тысяч рублей. Это ежегодные выплаты ко Дню Победы. То есть вот эти выплаты... До конца апреля, получается, да? Ну, даже не до конца апреля, в связи с тем, что такая непростая ситуация с распространением коронавирусной инфекции, и кроме того еще апрель, это ситуация связанная с паводковой обстановкой в регионе, принято решение произвести досрочную выплату. И несмотря на то, что выплатной период в регионе длится с 5 по 25 число, в текущем апреле выплата будет сокращена. Почта, независимо от графика выплаты, производит доставку на дом всем получателям, которые получают через почту, и доставит эти пенсии до 15 числа. На ней у нас уже почта профинансирована на всю выплату. И вот хотелось бы обратиться к пенсионерам, которые получают пенсию по линии Почты России, находиться в период до 15 числа дома, учитывая, что сейчас период самоизоляции, лучше не выходить по разным общественным местам, для того, чтобы почтовики могли застать вас дома и принести вашу пенсию за апрель месяц. Также к тем получателям, которые получали пенсию на кассе отделения связи, вам тоже пенсия будет доставлена на дом почтовыми работниками. Что касается получателей через кредитные организации. Если в штатном режиме мы финансируем кредитные организации три раза в месяц, 14, 17 и 23 числа, то сейчас пенсионным фондом принято решение, это вот буквально решение практически вчерашнего, сегодняшнего дня, профинансировать и кредитные организации досрочно, 9 числа завтра все кредитные организации будут профинансированы для выплаты пенсии за апрель. То есть и в кредитной организации пенсию тоже можно будет получить за апрель досрочно. Да, хорошая информация. Что происходит, что меняется в выплатах материнского семейного капитала? Может быть, есть на что-то внимание обратить людям, чтобы не волновались, как будут они проводиться, назначаться и так далее? Да, конечно, есть изменения в выплатах средств материнского семейного капитала. По инициативе президента, ведь у нас с 1 января текущего года расширен круг семей, кто имеет право на средства материнского семейного капитала. Если до 2020 года это право было у семей, у которых рождается второй ребенок, ну или последующий, если он не воспользовался ранее этим правом, то сейчас уже семья имеет право на средства материнского семейного капитала, если после 1 января 2020 года родился первый ребенок. И изменилась сумма средств материнского капитала. На первого ребенка сумма средств составляет 466 617 рублей. Если после 1 января рождается второй ребенок, то семья уже имеет право на дополнительные 150 тысяч. То есть при обращении за маткапиталом на второго ребенка сумма составляет уже 616 617 рублей. То есть это тоже очень существенная, значимая сумма средств. Кроме того, расширился круг получателей единовременной выплаты из средств материнского капитала. Это одно из направлений, куда можно направить средства по использованию маткапитала, улучшение жилищных условий, образование ребенка, формирование будущей пенсии мамы, приобретение средств для ребенка-инвалида, и ежемесячная выплата. Это для семей с невысоким уровнем дохода, для того, чтобы они могли поддерживать свое существование, содержание своих детей. Здесь, если до 1 января 2020 года рассматривался доход семьи из расчета полуторакратного величины прожиточного минимума трудоспособного гражданина, то на сегодняшний день уже двукратный размер прожиточного минимума, то есть уже увеличивается количество семей. И кроме того, выплаты будут производиться не до полутора лет, как было раньше, а до трехлетнего возраста ребенка. В связи также с распоряжением средств материнского капитала, вернее сказать, для семей, имеющих право на средства материнского семейного капитала, уже, как общеизвестно, во всех новостных программах прошла информация, что вчера президент Владимир Владимирович Путин подписал указ Еще в одном направлении повышение благополучия семей с детьми это выплата по 5 тысяч рублей на каждого ребенка, недостигшего возраста трех лет в течение апреля, мая и июня. Но это уже не из средств материнского капитала, это средства будут дополнительно профинансированы правительством. Выплатой этих средств также будет заниматься пенсионный фонд. Мы сейчас ожидаем от правительства порядок и условия этих выплат. Ждем форму документа, потому что это заявительный характер должен быть по этим выплатам. И, наверное, уже в ближайшее время, думаю, раз указ уже подписан, то буквально не сегодня, а завтра какой-то документ выйдет, и мы сможем начать принимать заявления и на эти выплаты. Если рассмотреть ситуацию семьи, в семье дети 5 лет, 3 лет и 3 месяца, на какие льготы и пособия они могут рассчитывать, вот если старшему 5, среднему 3 и 3 месяца, вот чтобы люди знали, это вот прежде всего. Ну, сложно сказать. Я, во-первых, могу говорить только о выплатах, которые идут по линии пенсионного фонда. Там семья наверняка еще будет, наверное, иметь возможность получить какие-то льготы по линии органов социальной защиты. Не моя компетенция. Что касается по линии пенсионного фонда, ну, тут, конечно, в зависимости от года рождения детей, если вы говорите одному ребенку 5... 5, 3 и 3 месяца. Ну, вот 3 года, которому ребенку, ведь уже наверняка обратились за средствами материнского семейного капитала. А сейчас вот тем, кто родился, как вот эта схема выстраивается? Ну, если это третий ребенок, то он на средства материнского семейного капитала уже права не имеет, если только не воспользовались этим правом при рождении второго ребенка. Ну, то есть нужно обращаться к специалистам, чтобы они конкретно вот в этой ситуации все разъяснили, потому что это конкретный вопрос от нашего телезрителя. Что вот на что могу претендовать? С 1 января 2020 года в обиход введена еще электронная трудовая книжка. Можно несколько слов. Что меняется вот для обычных граждан, которые работают? Или не стоит волноваться, ничего вот не предпринимается? Ну, для граждан, в принципе, ничего не меняется. Просто вводится новый формат нам, хорошо всем нам знакомого документа, трудовая книжка. Что удобнее, правильнее и эффективнее, наверное, в электронной трудовой книжке, повышается надежность электронного документа. Потому что сегодня мы сталкиваемся зачастую с ситуацией, когда приходит гражданин за оформление пенсии, а трудовая книжка испорчена, утеряна. Там неправильно заведены записи, расплылась печать, нет подтверждения факта работы основания, при том, что организация не сохранилась, и архивные документы тоже не сохранились, они, может быть, и не сданы в архивной организации. В случае с электронной трудовой книжкой это уже исключается, потому что организация сейчас в течение ежемесячно представляет отчетность пенсионный фонд о всех кадровых изменениях на своих работников. Со следующего года уже такая информация будет представляться в органы пенсионного фонда более оперативно, на следующий день, после приема либо увольнения сотрудника. То есть работник уже оперативно имеет информацию о всех своих перемещениях и может дистанционно трудоустроиться, а информацию о всех перемещениях он может видеть в личном кабинете на сайте пенсионного фонда и отслеживать, правильно ли работодатель внес туда информацию, либо там где-то он допустил ошибку и нужно внести коррективы. Тогда он заявляет своему работодателю, и работодатель это тоже оперативно делает. Поэтому вот это очень удобная форма, но тем не менее, для того, чтобы отказаться от бумажной трудовой книжки, работник должен, во-первых, получить уведомление от своего работодателя, а по закону работодатель обязан до 1 июля текущего года уведомить всех своих работников о том, что вот есть такая возможность оформления электронной трудовой книжки. А работник до конца года должен принять решение ему перейти только на электронную трудовую книжку, либо же работодатель будет продолжать ему ввести еще и трудовую книжку. А вот та молодежь, которая трудоустроится на работу впервые после 1 января 2021 года, то у них уже выбора не будет. У них будет заведена только электронная трудовая книжка. У нас есть несколько вопросов от телезрителей, которые поступили до программы. Вот Елена интересуется. При назначении пенсии зарплату за какой период возьмут для расчета? Это тоже интересно, потому что работал в разных местах, с разной зарплатой, и вот люди не совсем понимают, какой уровень берется. Вообще для расчета пенсии учитывается не только заработная оплата, а вообще часть пенсии исчисляется с учетом пенсионных баллов, коэффициентов. Учитывается страховой стаж, учитываются нестраховые периоды, если это женщина, значит, там могут быть и время ухода за детьми. То есть это опять в каждом конкретном случае нужно будет анализировать, как будет учтен стаж. Что касается заработка, заработок может быть учтен за 2000-2001 год, два года, либо за любые пять лет до 2001 года, а после 2001 года учитываются только уплаченные страховые взносы. То есть уровень зарплаты, кто сколько когда получал, не отслеживается по годам. Нет, почему? Заработок он отслеживается. Вот, как я вам сказала, либо два года 2000-2001 год, либо любые пять лет из всей трудовой деятельности до 2001 года, там, где выгодно самому работнику. Вот это очень важно. Он может принести несколько вариантов, и работник пенсионного фонда проанализирует и проверит, все-таки какой заработок будет выгоднее. А все, что после 2001 года, здесь у нас уже есть информация от работодателей, мы же принимаем ежемесячную отчетность, и сумма страховых взносов, уплаченная работодателем, она раскладывается на лицевые счета, и вот после 2001 года учитываются только уплаченные страховые взносы. И уже из суммы заработка, заработка из количества страхового стажа рассчитываются пенсионные коэффициенты. Понятно. Что это за категории предпенсионеры, спрашивает Михаил, и с какого момента можно им стать? И есть ли у них льготы? Вот в вашем отношении от пенсионного фонда нет? Предпенсионеры – это категория граждан, у которых до выхода на пенсию осталось пять лет. А выход на пенсию, он сейчас еще такой плавающий в стадии переходного периода. Если у нас до 2018 года мы уходили на пенсию женщины в 55 лет, мужчины в 60, в конечном итоге будут уходить женщины в 60, мужчины в 65, то сейчас идет переходный период. И вот там нужно, конечно, смотреть по таблице, чтобы не ошибиться. Вот со смещением на пять лет. И при том еще нужно знать, есть ли специальный стаж у гражданина, право на досрочную пенсию, здесь тоже будет учитываться. Поэтому вот так сейчас сказать, конкретно с какого по какой возраст предпенсионер затруднительно. Антонина Сергеевна, насколько увеличивается пенсия после 80 лет? И увеличивается ли? Да, пенсия 80-летним увеличивается. У нас пенсия состоит из фиксированной части, страховой части. Так вот, фиксированная часть для граждан, достигшим 80-летнего фондра, увеличивается на 5600 рублей фиксированная выплата. Поэтому с момента достижения пенсионного возраста пенсионер может претендовать на такое увеличение. Какие выплаты сегодня продлеваются автоматически, опять же, в связи со сложившейся ситуацией? Для чего не нужно никаких справок, документов и так далее? И вообще выходить за пределы? Да, опять же, это по поручению президента страны. Многие услуги, многие выплаты должны продлеваться автоматически без документального подтверждения. Есть такие выплаты и по линии пенсионного фонда. Ну, в частности, должна сказать о таких выплатах, как пенсия по случаю потери кормильца, например. Такие пенсии наверняка знают, что выплачиваются, если ребенок не достиг 18-летнего возраста, а после достижения 18-летнего возраста в случае обучения по очной форме обучения ребенка выплата может продлеваться до 23 лет. Но ежегодно нужно подтверждать факт обучения. Так вот, сейчас в связи с поручением президента мы не запрашиваем документ об обучении в ближайшее время, а по умолчанию продлеваем эту выплату до 1 июля, подразумевая, что учебный год до 1 июля должен длиться. Но все же, если все-таки по какой-либо причине вам произошло, может быть, произошло отчисление из учебного заведения, может быть, студент прекратил учебу и трудоустроился, а факт трудоустройства мы в этом случае будем отслеживать по данным системы персонифицированного учета, потому что в случае трудоустройства выплаты прекращаются. Но вот сейчас бездокументально мы продлеваем выплату по случаю потери кормильца до 1 июля. То же самое я должна сказать и о тех ежемесячных выплатах из средств материнского капитала, о которых мы уже говорили в начале беседы эти выплаты назначаются до трехлетнего возраста, но каждый год нужно подтвердить уровень дохода семьи. А для того, чтобы подтвердить, нужно представить определенный пакет документов. Сейчас мы это будем делать бездокументально, продлевать эту выплату, но для того, чтобы продлить, мы должны получить согласие семьи на эту выплату, потому что эти выплаты идут из суммы материнского капитала, а семья, может быть, уже решила остаток средств маткапитала направить на другие цели, а не на получение ежемесячной выплаты. Поэтому семья, у кого подходит вот такой предельный срок для подтверждения дохода, им будет звонок от работника пенсионного фонда для того, чтобы понять волеизъявления семьи, продлевается эта выплата, либо приостанавливается. Будет составлен определенный документ из этого разговора, и мы продлим эту выплату. Но это действует период с 1 апреля до 1 октября. То есть вот на 6 месяцев вот такой карт-планш для продления выплат без документального подтверждения. Какие услуги еще можно получить дистанционно? Что сегодня важно знать? Не обязательно идти и даже записываться. Да, как вот сказала на сайте пенсионного фонда, работает личный кабинет. Для того, чтобы войти в личный кабинет, нужно иметь регистрацию на портале государственных услуг, и вот под тем же логином, паролем можно воспользоваться услугами сайта пенсионного фонда. Очень востребованные на сегодняшний день это получение различного рода справок. Например, справка о размере пенсии или о размере того или иного социального пособия. Справка о выплатах за определенный период. Многие берут за какой-то год, может быть, для того, чтобы подтвердить уровень дохода в каких-то других ведомствах. мало ли для чего может понадобиться именно справка за какой-то период. Можно получить справку о состоянии индивидуального лицевого счета. Можно сейчас вот уже как мы с вами коснулись электронной трудовой книжки, можно получить и выписку из электронной трудовой книжки для трудоустройства. и, конечно, можно обратиться и за назначением пенсии в режиме онлайн через личный кабинет. Что для этого нужно? Нужно ознакомиться с состоянием своего лицевого счета. Если вы согласны со всей той информацией, которая в лицевом счете разнесена, работали вы в этой организации в этот период, нет там никаких отклонений по вашему мнению, значит, вы при направлении заявления о назначении пенсии просто в соответствующей графе ставите определенную галочку, и мы понимаем, что вам можно назначить пенсию по данным персонифицированного учета, то есть можно вообще не приходить в офисе пенсионного фонда. Вот это не работает только с категорией пенсионеров, которые претендуют на досрочную пенсию, то есть у кого есть специальный стаж, потому что он подтверждается совершенно другим обязательно документальными подтверждениями, и для тех, кто работал в свое время в союзных республиках, там тоже нужно документальное подтверждение. Также онлайн можно обратиться и за выплатами из средств пенсионных накоплений, у кого они есть, можно изменить способ доставки пенсии. Если вы уже являетесь получателем пенсии и получаете пенсию, например, через Почту России, а хотите получить через кредитную организацию, тоже можно направить заявление онлайн, изменив способ доставки пенсии. Можно онлайн оформить заявление при переезде с одного места жительства на другое, изменив район, город, указав это заявление, мы делаем пересылку электронного выплатного дела в тот орган пенсионного фонда, в который переезжает гражданин. То есть вот эти услуги уже на сегодняшний день работают онлайн и можно их принимать, поэтому по возможности все-таки нужно пользоваться электронными услугами. и я считаю, что сегодня вот в сложившейся ситуации, когда нам всем рекомендовано находиться дома, это очень удобное время для того, чтобы освоить навыки компьютерной грамотности и молодому поколению, которые тоже в большинстве своем находятся дома, помочь нашим старшим родственникам освоить азы компьютерной грамотности. Да, ну вот вы такое даже напутствие дали тем, кто сегодня находится в такой ситуации. Спасибо вам за эту важную полезную информацию. Всего хорошего. Прощаюсь я и с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова